Всем добрый день. Сегодня мы с вами будем разбирать тему пропорций в портрете. Будем более детально изучать именно портрет, именно в пропорциях, пока что там без штриховки, без тона. Это, я думаю, у вас будет дальнейшее. Так, и мне нужно будет включить демонстрацию экрана. Я один включил. Это тот или другой надо переключить. Да, по-моему, все правильно. Сейчас я включу. Да, отлично. Так, и будем разбирать более детально. Сегодня мы с вами и побеседуем, и порисуем. Надеюсь, материал у вас у всех под рукой. Там листики А4 нам достаточно, карандаши HB, как минимум. И будем с вами сначала побеседовать, и потом будем рисовать. Сейчас я открою на большой экран иллюстрацию. Сейчас я просмотрю небольшие картинки. Сейчас я тогда по другому включу. Пропорции человека в портрете будем изучать, начиная с основных пропорций, стандартных, как их называют, которые у нас идут с древнеюбреческих времен. Всегда у нас были основным каноном пропорций, как мы знаем, по гипсовым скульптурам Аполлона, Давида. Они были основным таким моментом, по которому смотрели классические пропорции. Они до сегодняшних дней у нас тянутся. И мы вот на их примере, но здесь у меня портрет более современного молодого человека, который мы с вами в дальнейшем рисуем. То есть мы прям попробуем рисовать схематическое изображение, чтобы потом в дальнейшем вам было легче рисовать более сложный, проработанный портрет. Кто не со штриховкой и так далее. Пропорции головы нам, конечно же, нужны для того, чтобы мы могли с легкостью нарисовать любой портрет, любого человека. То есть, несмотря на то, что мы с вами изучаем стандартные пропорции, и в данном случае еще и мужская голова, у нас у всех с вами пропорции головы схожи. Плюс-минус они у нас одинаковые. Но тем не менее, конечно, мы с вами внешне все очень разные, все отличаемся. То есть в природе невозможно найти человека точно такого же по внешнему виду. Тем не менее, мы все очень схожи. У нас у всех глаза на одном и том же месте, носы на одном и том же месте, уши, губы и так далее. Зная вот эти пропорции головы, когда мы рисуем, например, в другую голову, то есть мы чуть-чуть где-то что-то двигаем и перемещаем. Таким образом получаем другое лицо. У нас на голове пропорции устроены таким образом, что когда мы, например, рисуем, мы можем что-то там пододвинуть, то есть, например, у кого-то будет больше расстояния между глаз, у кого-то крупнее глаза, у кого-то меньше и так далее. То есть эти перемещения, они как бы хоть чуть-чуть изменяются. Вот мы с вами когда будем пробовать рисовать, тоже мы, например, не с первого раза где-то, да, в таких моментах будем попадать, будем их перемещать, будет меняться лицо, его внешний вид. Мы будем работать таким образом, чтобы он у нас был похож именно на вот эту схему. Итак, более детально, да, прям пропорции головы. Можно немножко увеличить. То есть мы прям постепенно по очереди будем их изучать. Такие самые основные пропорции, там можно еще более детально изучать, конечно же, глаза, нос, губы, уши и так далее. Также можно дополнительно изучать череп, пропорции черепа. Но мы сегодня будем с вами изучать такие основные пропорции лица и головы вместе. Так, чтобы у меня не перемещалось. И начнем, да, пожалуй, разбирать по деталям. Желательно какие-то моменты запоминать, потому что вам это будет в дальнейшем помогать в рисовании головы. Более сложных каких-то работ и портретов, да. Мы всегда начинаем с каких-то моментов более простых. Так, такая вот у нас схема головы. Мы рассматриваем голову и фаз, и профиль. В основном мы будем с вами говорить про фаз. Еще более детально, там, вы в дальнейшем потом рассмотрите еще глаза, нос и губы. Их построение. Мы сегодня, напоминаю, делаем такой легкий рисунок, такой схематичный на запоминание пропорции головы человека. Итак, самые основные, когда мы начинаем рисовать голову, то есть деление головы пополам с помощью вот этой основной осевой, которая проходит по центру головы и делит ее пополам. Здесь получается у нас до края уха, до другого края уха, да, и посередине вот этой линии теле голову пополам. Здесь тоже изображен этот отрезок. Так, ну, в профиль мы этого не увидим, да. Профиль у нас это единая вот эта линия по силуэту профиля, но мы также будем проводить параллель, да, и в фаз, и в профиль. Те же самые пропорции, конечно же, у этой головы будут, и если мы будем ее рисовать в три четверти. Есть, конечно, более сложные ракурсы, когда у нас поднята вверх голова или голова снизу и так далее. Так, ниже мы просмотрим одни тоже из самых таких основополагающих деления головы на три равных отрезка. То есть после того, как мы вот эту основную осевую провели, получается вертикально же, потом мы делим голову горизонтальными линиями на три равных отрезка, начиная от линии роста волос, это если мы говорим именно вот про лицо человека там с кожей, с волосами и так далее. Если бы мы изучали череп, там деления на три равные части были бы другие чуть-чуть. Там есть разница между черепом, если его отдельно рисовать, да, и под головой. Так, начиная с линии роста волос, она вот здесь у нас проходит, где начинает расти у нас у всех волосы. Тут, конечно, силуэт вот этой линии может быть у нас у всех разный, да, и у кого-то крупнее, у кого-то меньше. То есть это тоже, я каждый раз, да, постараюсь с ними проговаривать, что там глаза у нас разные, глаза разные, просто иногда буду об этом напоминать. А вот так мы напоминаем именно такие вот стандартные пропорции. Так, дальше идем. Линия роста волос. Дальше по линии бровей. Вот здесь она проходит. Следующий отрезок по основанию носа, следующая горизонтальная линия, и до основания подбородка. То есть три равных отрезка. Тут у нас раз, два и три. Три равные части. Также здесь обратите внимание, что у нас волосы в пропорциях ночи пупса. Волосы у нас имеют у всех разный объем, но у кого-то более пышные, у кого-то менее пышные, а кто-то может быть и лысый. Поэтому, как видите, у нас тоже всегда нарисована черепная коробка и поверх нее волосы, которые мы, когда намечаем, изучаем пропорции, мы их особо не трогаем. Основным у нас здесь вот линия роста волос. Так, три равные части. То же самое в прошлом. Линия роста волос, надбробные углуги, основание носа и нижняя часть подбородка, да, самая крайняя. Так, идем по виду. Так, три равных отрезка. Также у нас есть, если мы будем делить голову в профиль, так, три равных отрезка. У нас, начиная от кончика носа, дальше вот здесь линия, где у нас заканчивается бровь, да, где заканчиваются кости-блазни, это если череп рассматривать. Следующий отрезок у нас проходит вот здесь, где начинается ухо, да, и где заканчивается вот здесь нижняя челюсть лица, то есть она вот тут у нас заканчивается, и начинается ухо. Да, вот здесь эта линия проходит. Ну, и следующий отрезок, его немножко сложнее найти, да, здесь нет особо вот этих опорных точек, то есть эта линия проходит, не доходя к крайней линии шеи. Вот, ну, и теперь закрыла. В профиль голова вписывается у нас в квадрат. То есть три равных отрезка в профиль, именно если изучать профиль человека. Дальше тоже три основных отрезка. Нижняя часть лица. Так, умение глаз. Ну, там сейчас посмотрим, как дальше мы не увидим, можно было бы с него начать. Так, нижняя часть лица, то есть как найти губы. Губы, да, где располагаются на лице человека. То есть вот этот нижний отрезок, получается, от нижней точки подбородка до основания носа. Этот отрезок, этот участок делим на три равные части. Ну, то есть вот здесь вот тоже вот я нарисовала, показала. Так, раз, два, три. И на вот этой линии, на верхней, то есть будет средняя линия губ. То есть средняя линия губы или линия смыкания, ее еще называют. А средняя линия губ у нас, конечно же, проходит не по середине вот этой нижней части, да, от основания носа до подбородка, а немножко выше. То есть это всегда в любой голове у нас есть именно вот такие пропорции. Так, профиль то же самое. Ну, соответственно, то есть профиль у нас не то никакой, там совершенно другое, да, такой же самый человек, та же самая головая и пропорции те же самые. Есть, конечно, свои особенности рисования в профиле. Так, здесь тоже более сложные отрезки. Давайте я вернусь вот сюда на вот этот рисунок. Одна из основных также линий, средняя линия глаз, она проходит вот по середине головы. Вот здесь она тоже нарисована, показана. Средняя линия глаз, она делит голову пополам. Очень часто тоже ходит такое заблуждение, что вот эта средняя линия глаз, она должна проходить выше. То есть это неправильно, голова будет тогда немножко неестественного вида. То есть средняя линия глаз, она проходит именно по середине головы. Опять же, учитывая именно вот это деление головы, да, от нижней точки подбородка до верхней точки черепа. Опять же, мы не учитываем волосы, да, объем волос. Так, делит голову пополам. То есть вообще это лучше делать, например, когда мы вертикальную линию провели по середине головы, сразу провести среднюю линию глаз, да, тоже по середине головы, но горизонтальная. Так, далее деление на уже большее количество частей. То есть у нас есть средняя линия глаз, которую мы с вами только что обсудили. Эту линию можно поделить на шесть равных частей. Ну, то есть получается, мы можем ориентироваться к глазам. У нас вообще в голове основной отрезок деления, единицы измерения. Можно, так даже, наверное, лучше сказать, единица измерения. То есть это длина глаза, да, вот этот отрезочек. Между глазами то расстояние, такое же расстояние, как и длина глаз. Да, или ширина глаза. В высоту у нас коротенький отрезок, да, в длину или в ширину больше. То есть между глазами у нас помещается ровно глаз. Так, дальше. От внешнего уголка глаза мы можем еще такое же расстояние отложить, да, в ширину глаза. И мы получим крайнюю линию черепа. Да, и слева-справа. Мы с вами плюс-минус симметричны, но тем не менее помним, что мы полностью асимметричны. То есть можно к лицу присмотреться, у нас брови будут немножечко разные, глаза немного разные, нос и так далее. То есть если присмотреться, можно увидеть очень много асимметрии, но которые нам особо в глаза не бросаются. Ходит такая еще легенда, что если бы мы с вами полностью были симметричны, то есть если бы у нас левая сторона лица была бы полностью справой, то мы были бы похожи на, больше на куколку. То есть здесь считается, что мы были бы более некрасивыми. Есть люди, которые даже проводят эксперимент, то есть мы не то, что были бы более некрасивыми, мы были такими немного неестественными. А вот эта асимметрия, которая на первый взгляд не видна, она добавляет нам естественности и красоты. Вот тоже можете провести эксперимент, да, сфотографировав себя на камеру. Так, это получается у нас глаза, да, средняя линия глаз, деление головы нашей с равных частей вертикальными линиями. Мы когда будем вот эту схему рисовать, на практике будет еще более понятно. Так, профиль. Что у нас получается в профиль? Здесь мы можем поделиться на три равные части. От кончика носа, потом вот здесь брови, надбровные губи, потом здесь по линии глаза, по нижнему веку, и дальше вот здесь окончание брови. Здесь переход к височным костям. То есть на три равные части. Так, губы, кстати, можно, наверное, сразу просмотреть. У нас ширина носа, да, вот здесь ширина носа в основании – это ширина глаза. Да, помни, мы измеряем все по ширине глаза, да, в голове единица измерения глаз. Если бы мы с вами рисовали тело человека, полный рост, там была бы единица измерения голова. Так, ширина носа – это ширина глаза, губы. Получается, если привести линию, зрачок у нас вот здесь посередине, вот здесь приведены тоже оранжевые линии, да, проводим их вниз. И, конечно же, не доходя до этих оранжевых линий, потому что у нас была бы такая очень крупная улубка, хотя тоже она у всех бывает разная, но не доходя, да, вот здесь до этих линий, да, чуть-чуть отходим, и получаем ширину рта. То есть мы получили, например, зная пропорции, где проходит средняя линия губ, знаем теперь, где, сколько ширина губ занимает, а высота губ уже, ну, можно на глаз, да, поделить. Так, внутриранные части. Что у нас здесь, здесь еще большая линия, да, это если убрать вот здесь линия посерединке, да, проходит потом по внутреннему уголку глаза, по зрачку, по внешнему углу глаза, ну, вот здесь по схожим костям. То есть и то же самое в правую сторону, то есть так мы можем поделить лицо на 8 равных частей. Опять же, для удобства, да, чтобы у нас, например, высоту по пропорциям и ширину было гармонично, чтобы все части лица были на своем месте, так как рисовать портрет достаточно сложно. И если мы, например, запомним, да, выучим пропорции, нам это очень будет помогать. То есть это на самом деле очень удобная практика для изучения пропорций. Пожалуйста, а вы можете показать первые два рисунка, где на три части, а то я не успела сфотографировать? Хорошо. Мы еще с вами все детально прорисуем. Я, кстати, могу через Филгора, если нужно так выразиться, я могу сделать скрины и вам в группу, мы их можно отправить. Спасибо. Это было бы здорово. Да, хорошо. Конечно, спасибо, если отправить. Да, без проблем. Я тогда сделаю больше скринов, потому что здесь у меня получается три картинки. Их я там, у меня еще есть, ну там вот деление глаз, губы, нос. То есть более детально вам тогда отправим. Сейчас я себе отмечу, чтобы не забыть. Вот, я могу отправить документом. У меня есть сборновский документ, где вот плитап на все эти скрины есть. Я вам его отправлю в группу. Да, спасибо, отправьте нам. Хорошо. Так, записала. Так, здесь у нас было деление на три равные части. То есть мы сейчас с вами их зарисуем. И мне кажется, будет так даже удобнее и понятнее. Ну, на практике, да, у нас всегда, если заниматься практикой, всегда так удобнее запоминать. Так, здесь на восемь равных частей мы с вами проговорили. Так, эти тоже проговорили. Сейчас просмотрим. Ну, есть вот это, тут из книги Ли. Наверное, не очень, да, там. Или вроде бы четко. Из книги Ли, да, тоже пропорции. Здесь все те же самые. Ну, по-моему, мы, да, все проговорили на три равные части. Здесь, 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 так, пас, видите, тоже ширину носа, да, то, что у нас ширина глаза, ширина губ. Так, ну, подбородок тоже можно, например, просмотреть параллельно. Ширина носа, да, ширина подбородка. Кстати, еще голову мы тоже вот видели, намечать. Можно намечать вот такими вот окружностями. То есть здесь вот такая окружность, да, до верхней точки черепа, до основания носа. Один круг, ниже еще один маленький круг от основания носа до края подбородка. То есть мы тоже попробуем с вами использовать ее окружности, ну, чтобы как бы у нас, ну, что-то похожее на голову получилось сразу более правильное. Ну, что-то похожее у нас все равно в любом случае получится. И мы с вами будем пробовать получить прям такие хорошие рисунки. Я думаю, у вас у всех все получится. Здесь тоже вот такой элемент от окружности, и вот про который я говорила. То есть мы начинаем с вот этой вертикали, которая делит голову пополам, и потом с вот этой горизонтальной линии, которая идет по линии глаз. Ну, то есть таким этапом. Так, 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 так. Ну, тут мы не будем сильно детально рассматривать, да, потому что мы, в принципе, эти все пропорции с вами изучили. Тоже вот здесь, кстати, видно на картинке, видите, вот такие вот глазики нарисованы между глаз, да, еще один глаз. И вот здесь вот по бокам, то есть в пропорции нашего лица. Потому что тоже, когда портрет нарисуем, очень часто вот эти боковые зоны у лица человека, они получаются то больше, то меньше, потому что, конечно же, в рисовании портрета, ну, каких-то прям суперматематических вычислений не было, да, то есть там столько, там столько, там столько. То есть очень многое мы рисуем на глаз. Но, тем не менее, основные пропорции мы знаем, то есть мы можем вот их использовать. А рука – это что за размер? Да, рука тоже. У нас, например, вот кисть руки, да, как мы можем тоже ее использовать в портрете. То есть у нас здесь получается, кисть руки укладывается от основания подбородка до где-то середины лба. Да, мужская рука может укладываться у нас от основания подбородка до линии роста волос. То есть это вот тоже вот эти вот, как пропорция кисти руки. Да, она как бы для рисования лица нам не потребуется, но в дальнейшем, например, если бы мы рисовали тело человека, то потребовалось бы. Ну, вот размер там указан. Это что, размер уха или что это за размер на кисти? Итак, вот эта часть вот этого пальца до этого пальца. То есть это вот это должен быть отрезок от линии роста волос до вот здесь, вниз надбровной дыбы. Понятно, спасибо. Это, конечно, такой уже более прям детальный отрезок. Вот, а так просто вот эти пропорции нам нужно знать. Вот сколько вот ладоней высоко укладывается у нас в лице для того, чтобы, когда мы рисуем тело, у нас тоже часто ведь такое бывает, что там кисти рук маленькие получаются или стопы маленькие получаются. Поэтому мы тоже вот эти вот проводим параллели. Вот, так, здесь у нас, ну, рассмотрим несколько примеров рисунков, да, и попробуем с вами сразу начать рисовать. Ну, мне кажется, как будет нам поактивнее, поинтереснее. Здесь, например, этапы рисования головы. То есть тоже мы, основное правило рисования, идти от общего к частному. То есть видеть не детали сразу, а общую форму цельную. Ну, вот здесь вот, например, да, мы ее уже собрали. У нас всегда мы нанечаем черепную корлопку основной часть головы в виде шара. Да, у нас всегда вот эта осевая здесь, она проходит у нас не посередине головы, да, потому что это линия вертикальная. Она пройдет посередине головы, но когда при четверти, конечно же, это линия посередине лица. Ну, вот так вот немножко, например, слива. Да, если именно вот такой вот ракурс. То есть это вот уже собранная, да, шарообразная такая голова и приорисовываем мы нижнюю часть. Я думаю, у вас в дальнейшем тоже будут вот эти моменты разбираться с разного ракурса и профилей, и четверти, и так далее. Так, вот здесь вот тоже вот это лицо, да, вот как мы можем, например, пропорции использовать, да, тоже в рисовании головы. То есть мы знаем, например, вот здесь вот деление на три равные части. Ну, вот раз, два, три. В целом, да, это четыре отрезка. То есть мы знаем сразу, где у нас линия глаз пройдет, где надгробные дуги, ухо и так далее, да, ухо в профиль, тоже мы сейчас на практике посмотрим. И вот документ, который я вам тогда отправлю с кринами, там и ухо тоже будет. Да, там оно, там просто все-все-все. Так, здесь тоже этапы рисования головы, разные наклоны. Это уже, конечно, более сложные, да, такие моменты рисования в разных ракурсах. У нас сегодня более спокойное, конечно, состояние. Класс, ровно. И рисование с схемы, то есть мы схематичный рисунок выполняем. Конечно, я как художник советую вам рисовать, пробовать с натуры также. С натуры, когда мы рисуем, конечно, там сложности, потому что натура у нас может перемещаться, крутиться, да, достаточно сложно. Также у нас сегодня в схеме, которую мы будем рисовать, там нет цвета, нет тона, то есть цвет тоже нас очень сильно отвлекает, и мы некоторые моменты анатонии можем пропустить, не увидеть. Так, здесь у нас разные повороты, да, этапы головы одинаковые, пропорции все на своих местах, но они могут меняться. Например, если голова очень, мы поднимем вверх, да, то есть линия глаз, она у нас уже чуть-чуть будет выше, да, если голова повернута сильно вниз, то средняя линия глаз будет немножко ниже, да, то есть, ну, я думаю, ракурсы вы тоже в дальнейшем посмотрите, пока, мне кажется, нам основные пропорции будет сегодня вот прям достаточно изучить. Так, здесь тоже разные ракурсы, вот, кстати, наклон головы вверх, да, то есть вот они у нас, менее глаз, если вот в пас в спокойном состоянии, да, посередине головы пройдет, и вот она будет у нас меняться, да, немножко вот она проходит выше, то есть вот эта часть лобная, там будет чуть-чуть меньше, вот снизу уже у нас подбородок будет виден, вот голова повернута вниз и так далее. Просмотрим с вами еще несколько вариантов рисунков. Вдохновимся, я надеюсь, на сегодняшнюю работу. Так, здесь тоже этапы. Их прям надо запомнить, изучить, да, они будут помогать. Кстати, очень часто в обучении, да, когда обучаем, например, студентов рисования, очень часто такое бывает, что ученики, обычно это скорее молодежь, любят отрицать то, что вот есть закономерности, да, есть основные там законы, методы рисования, что их надо знать, изучить, они будут помогать. Есть такое заблуждение, что если пользоваться вот этими этапами, да, там, законными перспективами, анатомией, что это будет получаться какой-то сущный и неинтересный рисунок. Но на самом деле это более правильный этап обучения, да, именно там изучать этапы, изучать лакомию, изучать пропорции, разные ракурсы и так далее. Так, здесь уже у нас... Можно вопрос? Я, видимо, пропустила или недослышала. Как определить величину глаза? А мы сейчас на практике с вами прям попробуем рисовать. То есть у нас прям цель отрисовать эту схему. Ну, и я прям более детально сейчас нарисуюсь и покажу. Просто то, что по ширине там, допустим, пять раз, да, это понятно. А как вот просто изначально, сначала определить именно величину этого глаза? Да, мы сейчас на практике с вами это рассмотрим. То есть так будет даже удобнее. То есть я думаю, сейчас мы приступим к рисованию и прям все, я думаю, встанет на свои места. Мы спешить не будем. Выступить с ней, да, и разберемся, где эта линия глаз, да, и как вот эту черную глаз у нас есть. Вот. И мы сейчас просто несколько рисунков просмотрим и прям займемся с вами рисованием. Вот. Пока просматриваем рисунки. Там, если вдруг у кого-то листы не под рукой, там бумага и карандаши. Вот как раз за это время можно подготовить материал. Так, здесь у нас портреты, карандаши, чтобы мы вдохновились, настроились на работу. Мы, конечно, такой вот уже сложный тональный рисунок с вами сегодня не будем рисовать, но пока что рано. Так, то есть такой вот красивый, тональный. Вот штриховкой вы, по-моему, тоже, да, еще не занимались. То есть, наверное, тоже вас еще ждет. В портрете тоже много интересного. Штриховка по форме, работа с объемом, с тени, рефлексов. То есть, много интересностей можно изучить. Здесь такие быстрые скетчи. То есть, если вы хотите научиться рисовать портрет, нужно выполнять и длительные рисунки, там, по часу, по днем, по днем и так далее. И быстрые зарисовки буквально, там, минута, две, три. Тоже глазомеры. Очень важно, кстати, разбивать глазомер. Такие быстрые зарисовки тоже нас этому учат. Да, даже если вы, там, например, вот, очень часто, даже можно ставить себе прям будильник, таймер, да. Ну да, что-то перепутала. Будильник ставить, это мы по другому поводу. А здесь нам нужен таймер. То есть, можно прям ставить его на минуту. За минуту, сколько успели, нарисовать все, остановились. Опять заводим таймер на одну минуту и рисуем. Очень много рисунок дорисовали, не дорисовали, неважно. Важно именно вот этот момент, что мы делаем быстрые рисунки за определенное время. Очень важен вот этот момент развития глазомера. Он будет помогать. То есть, помогать даже в том, чтобы вот эти пропорции, да, там, где глаз, где нос, иногда даже не знаю пропорции, но с хорошим глазомером, ну, и можно тоже очень точно нарисовать, где что у нас располагается. Так, ну, еще пару рисунок. Вот такой вот у нас серьезный человек. Вот он же у нас, получается, портрет с плечевым поясом. Так, когда видна вот эта часть, то еще иду и плечи. Портрет с плечевым поясом. Так, вот такой портрет. Рисунки, конечно, можно выполнять не только на белом листе бумаги, но у меня сегодня тоже на занятии белой листе бумаги. Можно, конечно же, использовать и тонированные бумаги, да, и разные материалы графические. Вот, мы сегодня рисуем с вами простыми карандашами, да, пока нам нужно только схему изучить. Так, здесь у нас тоже портрет, обрубовка. Тоже обрубовка хорошо помогает в изучении вот плоскостей. Гипсовая голова, кстати, тоже помогает в рисовании, изучении портрета. Там тоже нету лишних деталей, там брови, ресницы, что там, цвет. Что еще нас может отвлекать? Ну, поворот будет, да, поворот, перемещение головы. Так, профиль вот такой у нас красивый, выразительный, да, когда работаете в профиль, конечно, очень важно, да, вот в соединении силуэта подчеркнуть, да, вот эту всю интересность. И правильно решить, конечно, по тону профиль. Основная сложность нарисовать его так, чтобы он был объемным. Вот, тут, кстати, еще в профиль такие есть интересные моменты. У нас же считается то, что ближе к нам должно быть контрастнее, детализирование, ярче. Профиль у нас же обычного уха, ближе к нам, да, казалось бы, должно быть контрастнее и детальнее. Но нет, в портрете всегда самое главное глаза, да, то есть если мы рисуем человека в полный рост, в основном у нас самое главное – это голова, а в портрете самое главное – глаза. То есть всегда именно на них акцент. То есть такой красивый, тоже анатомический, правильный, интересный портрет. Тоже пропорции, тоже нос такой более крупный, и так далее. Интересно, конечно, есть еще разница, там черепа мужской, женский. Есть вот тоже такой вот портрет, тоже штриховка, штрихом формируем объем. Но это у вас будет там, да, либо. Мы с вами пока объема штриховку не используем. Здесь вот тоже есть этапы рисования головы. Ну, такой женский портрет тоже в фаз. Тут уже более сложный, да, чтобы штриховка и тонарий проработкой. Вот, ну, напоминаю, к таким более сложным моментам, да, мы переходим, когда мы изучили там пропорции, анатомию отдельных частей лица, да, там получились штриховки, там, и так далее, так далее. То есть мы пока готовимся к более сложным портретным моментам. Так, здесь есть тоже такой красивый-красивый портрет тонарий. Так, здесь такой вот маленький, да, наверное, сильно приближает немножко пикселей, уходит тоже красивый. Так, в три четверти еще более, да, повернут от нас. Здесь тоже более копий, тоже такой очень сосредоточенный. И, кстати, в портрете очень важно, да, еще характер, эмоции переносить, да, вот в таком состоянии находится человек. То есть это очень интересно, на самом деле, если прям так изучать детально вот эти портреты. Так, здесь тоже у нас идет изучение вот черепа, да, потом обрубоку головы, когда мы разбиваем по выскостям и портрет. Так, и здесь наша схема. Давайте с вами перейдем к рисованию, да, у нас там по времени 5 часов, а как раз, я думаю, самое время. Так, я сейчас отключу демонстрацию, переведу экран на свой лист бумаги. Мы с вами сейчас все пропорции изучим, потому что, ну, а просто проговорить, да, там-то, то, там-то, это. Очень важно это прорисовать, нам сейчас будет намного понятнее. Так, сейчас я переведу. Так. Сейчас, секунду. Так, сейчас, сейчас вроде бы нету эхо. Так, подскажите, а меня слышно? Меня не слышно. Слышно. Хорошо слышно. Слышно хорошо, но у уголок не появляется бумаги на экране. Нет, уголок бумаги? Так, вот, сейчас появилась, да? Да, вот так. Да, сейчас я пододвину. Я тоже смотрю на другом устройстве, да, что нам видно. Так, хорошо. А то иногда говоришь, и, ну, когда онлайн-занятие, да, так иногда думаю, слышно меня или нет, а то вдруг я говорю сама с собой. Так, ну, если что, сообщайте, пишите, да, если вдруг звук пропадет, вы мне обязательно скажите об этом. Итак, пропорции, да, мы будем рисовать с вами схему. Вам референс скидывали. Да, также я, например, вот здесь, ну, может быть, какие-то моменты буду показывать. Я на всякий случай вот здесь сейчас покажу. То есть вот эту схему мы будем сегодня вот рисовать именно в фаз. Да, ну, тут какие-то моменты, может быть, если что, тоже там покажу. А так, чтобы просто референс у всех был перед глазами, да, чтобы было видно, с чего рисовать. Но я тоже вот буду сейчас все вам показывать. Его нет сейчас. В чате его нет. А вам... То есть у вас ни у кого нет референса, да? Не присылали, да. Присылали? Есть. Не знаю. Есть он в чате. А где? Чуть выше поднимите. Конечно, есть. Он был даже... Еще занятия не начались, а он там был. А в каком тогда, в чате? Вот там, где пришло сообщение портретное мастерство, нет его. Вы попросите, Федор, включить вас в группу именно портрет. Не московское долголетие, а именно портрет. А что нужно сделать? Ну, тут есть люди, которые еще не включены, как выяснилось. Референс. Нужно там у одного человека нет вот этого референса. В группу можно добавить. На телефон, в WhatsApp я пришлю. Алешины. Хорошо, сейчас пришлю. Спасибо. Отлично. Так, разобрались. Чтобы у вас тоже... Смирновая. Что? А, Смирновой, да, еще тоже отправить. Смирновой и Марине. Так, хорошо, сейчас вам отправят. Мы, тем не менее, наверное, будем постепенно с вами начинать. Да, у нас пока такие... Мы не будем, конечно же, сразу глаз рисовать. Мы начнем постепенно. Мы сначала с вами будем рисовать прямоугольничек, в который в дальнейшем впишем нашу голову. То есть приблизительный. Так, можно рисовать покрупнее. Кстати, вот у нас лист, например, А4 у меня в данном случае. Надеюсь, у вас тоже там покрупнее. Ну, если опять там ничего страшного. То есть и нам прям нужно покрупнее. Сейчас я буду намечать и проговаривать. Легкими линиями. Легкими линиями. Я сейчас буду, если они слишком такие прозрачные, буду посильнее на них давить. То есть ставим руку прям можем на лист, да, или там на мизинчик. Это более такие сложные. И мы будем рисовать такими вот более легкими линиями, да, такими вот размашистыми. Также, если, например, не нужно прям вот так за кончик карандаша держаться, да, и такие вот, например, маленькие линии вот так вот рисовать, да, то есть вы прям берите вот так подальше от кончика карандаша, да, можно прям потренироваться в каком-то пустом месте и делать такие вот более размашистые линии. Да, мы, конечно, каких-то суперсложных там моментов держания карандаша не будем сейчас использовать. Мы, надеюсь, у вас тоже там удобное место за столом, да, какой-то листик, планшетик, что у вас все есть. И такими вот более размашистыми линиями. То есть в каком-то вот уголке можно просто потренироваться. У нас сегодня будет такой линейный рисунок. Так, что касается этого прямоугольничка. У нас, получается, будет, ну, ровный прямоугольник, да, со всех сторон, то есть вот такие вот ровные линии. Тоже математических вычислений у нас не будет. Да, мы сейчас на глаз его нарисуем. Нарисуем сначала, например, вот верхнюю линию, потом нижнюю. Эти линии параллельны между собой. Также можно, например, видите, у меня тут сразу несколько линий получилось. То есть там можно либо просто потом подстереть какие-то, вот здесь вот, да, какие-то ненужные, или вообще оставить. То есть стараемся, ну, так, плюс-минус сделать две параллельные линии. Видите, это достаточно крупно. Я взяла, но при этом, чтобы вот тут вот расстояние были вот здесь вот до края листа, а здесь до края листа, чтобы, если что, потом все равно это пододвинуть. Так, получается, потом нам нужно боковые слева-справа. Так, у нас в высоту, сейчас я даже вот так вот промерю. То есть можно, кстати, если у вас вот референс, давайте я вам покажу, если вы будете вот пользоваться. Допустим, если у вас референс вот перед глазами на, там, допустим, на другом устройстве, да, может быть, открыт там на ноутбуке или на телефоне, можно промерять, да, делать его вот так покрупнее в фаз, то есть тоже там на компьютере есть возможность это там лупой увеличить или на телефоне пальцами, да, увеличить. И мы можем какие-то моменты промерять карандашом, ну, этот электронный карандаш, да, то есть мы можем вот взять, например, вот эту ширину, можем просто прямоугольник на глаз, можем вот так взять, промерить, то есть вот эта ширина, и можем вот так промерить в высоту. То есть вот эта ширина по высоте будет на вот досюда. То есть вот эта ширина вот нижнего прямоугольника, да, еще раз, мы рисуем сейчас просто вот этот прямоугольник, который нам сейчас будет помогать в рисовании, да, куда нам вписать голову. Вот этот прямоугольник, далее, получается, вот эта ширина, да, она у нас будет в высоту, вот так, к голове, да, вот маленький кусочек еще здесь останется. То есть и еще вот эта, получается, линия, да, у нас пройдет по линии роста волос. То есть сейчас мы это все соберем постепенно, потихоньку, что-то где-то будем все равно двигать и перемещать. Так, давайте у нас здесь на нашем листе, я сейчас на глаз намечу. Сразу делайте, пробуйте такую вот легкую длинную линию, тренируемся, да, мы пока тренируемся, учимся, пробуем в меру своих возможностей, вот эти вот проводить линии. Прямо идеальных линий нам, опять же, напоминаю, не надо, да, у нас не черчение, идеальных каких-то линий не нужно. Так, потом нам нужно, например, наметить вот эту линию скала. Я могу ее вот так вот легко провести, наметить, да, допустим, вот он у меня по высоте, по ширине, и потом промерить, как я сейчас делаю на планшете. Я беру, у меня прям, кстати, вот карандаш. Так, сейчас я посмотрю, вот у меня были тут подлиннее, у меня разные тут валяются карандаши. Вот, от кончика карандаша, да, вот здесь с этой стороны я пальчиком вот так прижимаю, да, чтобы вот отмерить, как бы замерить, вот у меня этот отрезок, да, там по длине. То есть можно, например, использовать, можно на глаз. Так, отмерили и прикладываем вот к высоте, да, остался вот небольшой отрезочек, да, вот такой. Можно даже был бы его еще меньше сделать, то есть еще чуть-чуть переместить эту линию, да, чуть-чуть сделаю пошире. Эти линии там, если вдруг что-то нужно будет подвинуть, да, если прямоугольник будет уже нужного или, наоборот, шире нужного, не переживайте, это мы рисуем карандашом, легко все подправить, все привести в порядок. Так, ну, лишнее можно всегда стереть обычным ластиком. Я, кстати, использую такой ластик, как-то он там называется, ластик-карандаш, механический ластик, по-моему. Да, может быть, из вас, кстати, кто-то знает. Я как художник, знаете, иногда могу что-то использовать, а какого-то научного названия могу не знать. Такая вот удобная штука, то есть он как механический карандаш, так нажимаем, он вылазит. То есть он когда испачкается, потому что ластик может пачкаться, я его просто беру, отрываю, да, и там новый чистый ластик или клячку можно использовать. Вам про материалы, по-моему, рассказывали. Вот, возможно, вам про клячку рассказывали. Вот, может быть. А так вот, да, простой ластик. Я обычно использую обычный. Такой вот в форме карандаша очень удобно с собой носить. Я всегда, кстати, ластики теряю, он такой маленький. Постоянно теряю, постоянно покупаю новый, а вот такие удобнее. Его еще можно там где-то зацепить за папку и идти себе на пленэр на портретные зарисовки. Еле оторвала. Так, вот наш прямоугольник. Давайте вот так поровнее. Вот. Так вот сделаю, да, вам так, чтобы было без перспективных искажений. Вам же так будет понятнее, да, что там происходит по размеру. Вот так. Замечательно. Так, то есть вот эти линии, да, плюс-минус параллельны между собой, вертикальные, горизонтальные параллельны между собой. И идем дальше. Дальше мы наметим с вами линию, которая будет у нас проходить по центру головы, по середине лица, получается, да. То есть эту линию нам посерединке прям надо провести. Мы можем тоже вот как бы наметить эту линию. На глаз мы не всегда попадаем точно в центр, поэтому берем наш карандаш, наш метод, который мы сегодня освоим. Ну, то есть вот мы ставим кончик карандаша вот здесь, где у меня намечено, да. А здесь край вот тут вот пальчиком. Закрепляю вот этот отрезок, как вместо циркуля, да, вместо лимейки. Так, сейчас я проверю. И с этой стороны откладываю. Видите, я немножечко не попала. Перемещаю чуть-чуть сюда. Кстати, таким же образом можно же отмерить вот эту вот верхнюю, да, вот этот отрезок верхний, чтобы он был равен нижнему. Вот, я этого не делала. Тоже на глазок, да, чтобы мы просто с вами этот прямоугольник, чтобы не рисовали слишком долго, да, чтобы мы с вами час этот прямоугольник не вырисовывали. Так, давайте с вами наметим центр, да, вот эту основную осевую линию, на которую будет, знаете, потом как на шампур нанизываться все остальные горизонтальные линии, да, как шашлычок на шампур, а у нас будут на вертикальной линии основные горизонтальные. Оп. То есть плюс-минус делаем ее тоже ровненькой. Смотрите, ну, если совсем вот сложно, да, ровные линии проводить, ну, там мало ли. Вот сейчас поверну просто, то мне за телефоном немножко иногда не видно, и поворачиваю под углом. Я вам буду вот так по-разному показывать. Вот, посередине. Мы провели линию просто посередине, то есть чтобы максимально вот этот отрезок был равен вот этому. Да, ну, внизу то же самое. Так, дальше, 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 дальше мы можем с вами отмерить. То есть вот этот отрезочек, да, мы с вами можем прям отметить. Помните, мы до этого смотрели, что это будет у нас по линии роста волос, да, как будто вот эта вот ширина вот эта. Если вот это отложить вот сюда, да, вот здесь по этой линии пройдет линия роста волос, да, но голова сама в дальнейшем будет чуть-чуть вот так вот уже. Так, но это хотя бы для начала нам, да, для начала. Так, сейчас отмерим. А как вот определить вот эту линию волос, какое расстояние по вертикали? Вот это, вот это расстояние, вот этот отрезочек, так, сейчас вот не видно, вот этот отрезочек, сейчас я вот так возьму карандаш подлиннее, вот такой коротенький, вот, я закрепила, да, вот здесь пальчиком, здесь кончиком волос, хотела сказать, кончиком карандаша, а вот здесь пальцем, да, закрепила, поставила где этот отрезок, потом я его вот сюда поднимаю, тут тоже у меня пальчик остается, да, здесь кончик карандаша, то есть и вот здесь я делаю вот эту вот засечку. Ага, спасибо. Сейчас я тоже у себя тут проверю, но потом все равно у меня чуть-чуть даже вот повыше будет. Вот, то есть приблизительно, вот такие у нас должны быть соотношения, да, то есть такой вот небольшой отрезочек. Напоминаю потом, если вдруг, кстати, если сейчас на глаз видите, что, например, этот отрезок у вас где-то здесь, да, значит, явно надо его повыше приподнять. Но в дальнейшем потом мы с вами еще там можем подкорректировать, да, эту линию, то есть все равно нам придется что-то где-то пододвинуть, это совершенно нормально. Особенно, когда рисуем от руки на глаз. Так, достаточно много линий. Так, и ее можно продолжить. Так, ее можно вот сюда продолжить. Так, дальше. Дальше мы с вами сейчас, то есть будем, опять же, редактировать вот эту вот высоту, да, все эти части. То есть мы сейчас с вами проведем, поделим, получается, угол на три равных отрезка, посмотрим, да, как нам по расстояниям вот эти вот все части, да, там подходят или нет. Главное помните, да, то есть, ну, вам уже будет легче, если вот этот отрезок, напоминаю, да, будет равен вот так вот высоту, да, до вот этой линии. То есть это упростит нам задачу. Так, дальше. Дальше мы поделим голову на три равные части. Да, давайте пока пойдем, мы вот это нарисовали, то есть постепенно будем идти, и потом среднюю линию глаз. Так, получается, вот это расстояние, да, вот это, вот это расстояние, да, без вот этого участка, да, без этого делим на три равные части на глаз, делим на глазок, делим на глазок, но потом промеряем, чтобы у нас было более точно, да, по пропорциям. Опять же, таким же методом, видите, кончик карандаша вот здесь вот где отрезочек, а внизу я пальчиком ставлю, где у меня там заканчивается эта линия, потом откладываем вверх, еще раз вверх. Вот у меня чуть-чуть, видите, можно их чуть-чуть повыше переместить. Вот так, допустим. Тоже у меня планшет под наклоном лежит. Когда мы рисуем тоже под наклоном, у нас всегда будет нижняя часть, обычно чуть-чуть больше. Так, вот, например, мы с вами поделили, да, вот этот отрезок, только этот. Можно, можно будет чуть-чуть побыстрее, наверное. Основные пропорции точно наметим. Вот глаза, рот, может быть, там даже какие-то моменты, может, самостоятельно чуть-чуть. Так, сейчас я так поровнее посмотрю, а то когда под наклоном, да, видите, у меня не совсем параллельная линия, хотя бы тоже плюс-минус, но чтобы линии были параллельны, да, легкими линиями вот такими размашистыми проводим. Вот тут мне немножко, да, выше нужного, чуть-чуть выше нужного. То есть беру, опускаю, потому что вот в этой зоне, да, вот здесь вот, вот эта часть, здесь у нас будут уши с вами. Здесь, ой, это куда-то я залезла за, ухо будет сюда поближе. То есть здесь у нас в этой зоне будут уши. Поэтому плюс-минус параллельно все линии с вами стараемся рисовать, да, если что, потом можно будет там самостоятельно подправить, да, если что-то нужно будет. Так, давайте подсотрем вот эти части. Далее это мы поделили нижний отрезок, нижнюю вот эту часть на три равные части. Так, дальше. Так, я надеюсь, все успевают. Ну, чтобы просто мы за наше время успели все пропорции наметить. Дальше нам нужно разделить, то есть мы сейчас эту схему делаем, напоминаю, чтобы запомнить лучше пропорции человека. И получается более правильно нарисовать потом, чтобы у нас более правильно получился вот этот портрет. Дальше. Дальше нам нужно найти среднюю линию глаз. Она должна делить нашу голову пополам. То есть, ну, это дать вот тут вот сбоку, да, чтобы вот тут не рисовать, то не стирать будет долго. То есть вот по всей вот этой вот, всю эту высоту нам нужно поделить пополам. Нам нужно поделить пополам. Так, это я на глаз поставила засечку. Сейчас я проверю. Еще ниже будет проходить. То есть вот поделили пополам, да, весь этот отрезок, давайте вот этот сотру, чтобы нам он тут не мозолил глаза. Вот так, да, поделили всю высоту. В этот раз всю высоту. И должно получиться так, там тоже у себя проверьте, должно получиться так, что вот эта линия, да, это мы делили голову на три равные части. Это была первая, это вторая, это третья. Можете себе тоже помечать, если нужно, да, там раз, два, три. То есть и ниже вот этой линии, да, должна пойти средняя линия глаз. То есть это можно просто проверить, например, насколько мы там верно поделили голову пополам. Так. Так, давайте посмотрим. Плюс-минус параллельно. Потому что это очень важно. Здесь у нас средняя линия глаз. Мы сейчас будем там искать наши глаза. Так, стираем лишние, да, хотя бы слегка. Так, дальше. Дальше мы с вами наметим вот эту шарообразную форму головы. Помните, мы там просматривали, как два шарика. Там можно нарисовать большой и маленький. Значит, первый шар, да, вот круг. Ну, круг, да, да, он же плоский, значит, круг. Значит, он в нижней части. Это чтобы нам легче было нарисовать черепную коробку. Да, конечно, у нас голова не в форме шара, да, она чуть-чуть более сложная. Так, то есть мы можем, например, конечно, там как-то сделать себе, да, какие-то моменты, либо просто на глаз. Я считаю, что просто на глаз нам будет достаточно нарисовать шарообразную форму. Можно начать вот с верхней, с верхней части, да, вот так как бы. Извините, пожалуйста, а можно вопрос задать? Я все-таки не совсем поняла, но три части понятно, а вот от роста волос и до конца головы. Вот здесь вот какое расстояние, как оно рассчитывается? Вот здесь? Вот это верхнее, да? Да, вот это вот расстояние. А это, ну, можно сказать, почти никак. То есть это мы на глаз, на глаз просматриваем вот этот отрезочек, то есть он у нас меньше вот этого расстояния. Это почти половинка. Вот, практически половинка вот этого расстояния. Ну, я так, если посмотрела по рису, это меньше половинки получается. Да, да, все верно. То есть если потом, в зависимости от того, как мы берем верхнюю часть, тогда там у нас ведь будет располагаться линия глаз. Так, линия глаз, но линия глаз у нас вот посерединке. Глаза будут выше тогда. Нет, посередине, да, но она отчитывается-то как раз от верхней самой точки черепа. Да, да. Да, если мы сделаем вот эту часть выше, но больше, то у нас и линия глаз поднимется наверх. Да, да. Да, все верно. Главное, чтобы... Тут, конечно, мы прямо тематически, прям вот каждую часть лица прям по миллиметру, по сантиметру, конечно, выявить не можем, но вот на глаз пропорционально. То есть у нас должна быть вот верхняя точка, нижняя точка, да? Я поняла все, да, но вот это вот расположение, оно зависит от вот этой верхней точки. Да, 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 да. Да, это мы смотрим, да, на глаз, что вот этот вот верхний вот этот отрезок, он где-то, ну, половинка, чуть меньше половинки по расстоянию, да, чем вот этот отрезок. То есть можно на вот это основаться. Ну, в общем, вот так ориентироваться, что это меньше половинки одной трети, да? Да, да, да. Да, да, совершенно верно. Вот, и главное смотреть тоже, вот мы же сначала делили на три равные части, то есть когда проводим среднюю линию глаз, то есть она не должна получиться, например, вот здесь посередине, там вот этого отрезка, да, или идти на этой линии, да, то есть средняя линия глаз, она всегда будет чуть ниже, чем вот эта линия, да, которую мы проводили. Вот, ну, то есть так тоже можно, да, там плюс-минус там пододвинуть, посмотреть. Вот, давайте вот это пока подсотру. Прям вопрос у вас хороший, прям такие профессиональные. Так, шарообразная форма головы, да, мы там намечаем шар, наверное, там многие даже уже нарисовали, то есть у нас вообще рука очень удобно так запрограммирована, да, можно так сказать, делать удобнее кругообразные, шарообразные движения, чем даже ровные, нашей руке, да, то есть у нас как бы рука, она как немножко как циркуль, да, поставили в одну точку, и она уже может делать вот такие круговые движения. То есть и вот здесь мы, например, начинаем с верхней точки, потом можем начать с нижней точки, можете переворачивать листик, если вам так будет удобнее. Идеальный шар нам нарисовать не нужно, да, плюс-минус шарообразную форму, единственное, мы можем, например, в ширину, да, проверить, конечно же, мы можем взять вот этот отрезок, да, и проложить его вот сюда, для того, чтобы голова не получилась слишком узенькой, да, вот мы можем так, конечно, проверить. Ну, там со всех сторон, да, должен быть одинаковым. Приблизительную, да, потому что потом эти линии подсотрутся, потом эти линии подсотрутся. Сильно не давите, кстати, на карандаш, да, легкими линиями, я иногда стараюсь рисовать чуть более темными, чтобы вам было хорошо видно, вот, но рисуйте легкими линиями, только потом, когда вы более уверены в линиях, только тогда их можно сделать там более явными и темными. Но вот этот шарик можно не рисовать очень темным. Так, плюс-минус вот такой шар немножко кривенький нарисовала, но у нас нет задачи сделать супер ровный, да, ну и плюс время у нас ограниченное, а я хочу, чтобы мы успели с вами прям все-все-все пропорции просмотреть. Вот, плюс все равно голова не останется ровным шаром, да, поэтому приблизительно. Так, вот сюда можно пододвинуть, ой, тут рукой немножко задеваем. Так, и получается, можно тоже плюс-минус просмотреть, чтобы, ну, вот здесь вот расстояние, да, от окончания шара, да, до вот этой линии, справа-слева был отрезочек одинаковый. Да, вот этот, вот этот и вот этот тоже на глазок. Мы помним, что все равно голова у нас чуть-чуть асимметрична. Так, то есть чуть-чуть там у нас останется. Это можно будет еще потом проверить, когда мы еще будем делить с вами голову, и можно, если что, это расстояние потом проверить. Вот сейчас мы глаза будем намечать, да, и потом еще вот найдем вот эти точки, точно ли мы в них попали. Да, такой на глаз шарообразную форму. Здесь у нас в основании тоже можем, например, наметить шар, ну, я его, кстати, очень редко здесь прорисовываю, в принципе, можно его, наверное, даже и обойти, да, потому что ширину подбородка мы потом найдем по ширине основания носа. Так, давайте слегка наметим, хотя нет, ладно, нижнюю челюсть с вами наметим потом, когда губы, да, будем прорисовывать. Так, глаза, да, самое главное на портрете глаза и средняя линия глаз, будем с них начинать, то есть вот эта линия по центру головы. Давайте тоже тут могу наметить то, что вот это было равно вот этому на всякий случай, вот так, да, сбоку буду вот так вот прорисовывать. Так, средняя линия глаз, да, это по вот этой линии мы сейчас будем. Глаза, да, как нам найти ширину глаз, да, у нас есть уже определенная ширина. Да, мы ее нашли. Этот отрезок мы с вами будем делить на сколько частей. Так, там у нас должно быть... Сейчас я... Ну, ширина глаз, да, посередине. Ну, давайте поделим на, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Да, даже достаточно много. Давайте на глаз с вами тоже начнем. То есть деление головы сначала на... Давайте уменьшим, да, на шесть равных частей. То есть мы сначала поделим с вами вот этот отрезок, вот этот отрезок на три. Да, я думаю, так будет быстрее, да, просто стараюсь как нам чуть-чуть как бы и ускорить процесс, и все пропорции, чтобы у нас были на своих местах, чтобы и по скорости, да, укладываться, и по информации тоже, чтобы нам всю ее... Вот, на три, чуть-чуть вот так поярче, да, этот отрезок, вот, поделили на три равные части. Раз, два, три. С правой стороны то же самое. Я на глаз сначала тоже это все отмеряю, потом проверяю. Так, так и так. Ну, плюс-минус нормально, нормально. Так, то есть тоже поделили на три равные части. И нам нужно опустить эти линии вниз. Так, нам получается нужно вот так вот сверху вниз провести эти линии. Я сейчас просто переверну, да, вот так вот поншет, чтобы мне, возможно, побыстрее... Так, сейчас это мягкий у меня карандаш, немножко пушится. Я возьму сейчас потверже, чтобы линии были более тонкие, более четкие, более твердый карандаш. Ну, это HB. Тот просто был очень мягким. Так, проводим. Ну, вы, конечно, можете, например, вот сверху мы поделили на три равные части. Можем, конечно же, также и внизу поделить на три равные части, да, и видеть, куда нужно привести внизу линию. Да, так, конечно, тоже можно. Так, потом переверну и посмотрю, как там у меня. Плюс-минус ровно или нет. Так, провожу легкими линиями. Так, смотрите, такая у нас, да, схема из большого количества линий. Но это нам сейчас поможет найти глаза. Вот, конечно, когда мы с вами, например, рисуем портрет с натуры, да, конечно же, мы не будем все вот так вот расчерчивать. Да, когда мы с вами знаем хорошо пропорции, они есть у нас в голове, да, и нам не обязательно такие схемы вырисовывать, когда мы с вами уже такие более опытные. Так, так, допустим, да, допустим, 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 вот так. Получается уже больше линий, да, тут главное не запутаться и идти постепенно. Так, поделили. Дальше, смотрите, мы, получается, привели вот тут, да, я могу усилить чуть-чуть, вот эти линии привели. Они у нас будут проходить по середине глаза. Вот здесь и вот здесь. А чтобы получить ширину глаза, нам еще этот отрезочек нужно поделить. Да, вот теперь каждый этот отрезок, давайте я наверху покажу, просто вот тут, если, да, много вырисовать, будет много линий, можно будет потом запутаться. То есть на вот этой линии, да, вот мы поделили на три равных отрезка. Да, и эти отрезки нам теперь можно вот так тоже еще пополам поделить, чтобы найти те самые глаза. А с правой стороны, да, это же самое с левой. Вот, просто я сделаю это сразу вот здесь на этой линии глаз, да, то есть не обязательно тоже вот это все вот так здесь разлиновать. На линии глаз нам достаточно сделать эти засечки. Так, и вот этот отрезок. Так, вот, я их разделила. Разделила тоже на глаз. Я тут не буду прям совсем проверять, да, тоже вот эти вот, каждый маленький отрезочек. Я вижу, что они там не совсем у меня где-то в чем-то точные. А вот, вот этот, наверное, да, какой-то большой получился. Можно чуть-чуть переместить сюда. Всегда все можно, конечно же, пододвинуть. Так, сейчас я тут чуть-чуть перевернусь. Так, провели. Смотрите, теперь глаза. Глаза у нас будут вот в этой части. Давайте вот так отметим прям, да, вот здесь. Один будет глаз, здесь будет второй глаз. Да, то есть, вот, мы получили ширину. Плюс, смотрите, где мы проводили вот этот отрезок, получается, вот этот, да, вот как бы вот этот крайний. Поделили его пополам. Да, то есть, если мы опустим, это край черепной коробки. Помните, мы говорили, что проверим вот этот отрезок. Почему-то говорю мы, да, как будто, как мы с вами все решили так сделать. Ну, мне как-то так уютнее. Вот, ну, получается, здесь край черепной коробки получим. Да, и то же самое с той стороны. Здесь у меня, получается, чуть-чуть, значит, надо вот так добавить. Вот. Так, глаза, да, брови. Уши у нас, получается, да, напоминаю, вот в этой части. Вот в этой части. Теперь мы наметим с вами нос, да, чтобы найти нос, основание носа. Мы опускаем вот сюда эти линии, да, то есть, вот в этой точке внутреннего угла глаза, да, вот в этой точке внутреннего угла глаза. А вот эти уже, вот это внешний угол глаза, да, и вот это внешний угол глаза. То есть, вот, когда покрупнее рисунок, конечно, поудобнее. Кстати, есть, правда, такое заблуждение, если рисовать очень мелко, то тогда все получится классно и правильно. Это не так. Если, наоборот, крупнее рисовать, то вам будет удобнее. Но не имеется в виду, что надо на ватмане рисовать, да, конечно, такие масштабы слишком будут велики. Так, опускаем вниз, опускаем вниз до вот этой линии, до вот этой линии. И получается вот это расстояние, это будет основание носа. Так, сейчас они у меня чуть-чуть под наклоном, так как я сижу под наклоном, да, соответственно, у меня и линии тоже получается под наклоном. То есть, нужно прям, конечно, к рисунку сидеть вот ровненько, да, чтобы рисунок был ровненько, голова была ровно, голову тоже не наклоняем, тогда будет более правильно пропорции. У меня вот есть такая привычка, я часто, когда рисую, наклоняю голову, там, задумываюсь, а потом правлю, сижу линии. Чуть-чуть можно там, ну пусть, да, чуть-чуть вот тут вот неровное. Так, основание носа, основание носа, вот так чуть-чуть поярче покажу, чтобы было видно. Да, то есть ширина носа, такая же ширина вот между глаз, да, а между глаз расстояние глаза. То есть, вот такие моменты. Так, губы. Где будут располагаться губы? То есть, вот тут, где у нас посередине глаза, да, здесь посередине глаза. Мы опустили вот эту линию вниз. А здесь же нам еще вот этот надо разделить на три равные части. Вот этот нижний отрезок, где у нас должны будут губы проходить, на три равные части делим. Так, сейчас я посмотрю, у него там получается губы, по-моему, чуть-чуть ниже. Так, сейчас три равные. Ну, у меня, сейчас я, с вашего позволения, вот так чуть-чуть переверну и проверю. Потому что у меня вот этот отрезок прям очень большой. Опускаю, значит, ниже. Да, тоже на глаз. На глаз ставлю, а потом можно карандашом проверить, не ошибся ли я там. Так, стираем лишние засечки, да, отрезки, отметки, чтобы они нас не ввели в заблуждение. Так, чуть-чуть, наверное, вот так повыше. Три равных отрезка. Раз, два, три. Это чтобы найти губы. И губы будут вот здесь. Можно провести вот так линию для губ. Также в портрете. В портрете, если вы рисуете голову, конечно, не обязательно прям на три равные части. Но в портрете мы, например, от основания носа до подбородка, у нас будет это расстояние, и губы всегда будут вот так чуть-чуть в верхней части. То есть вот этот участок, он всегда будет меньше, чем вот этот. То есть чтобы, например, там не отрисовать прям все-все-все-все деления. Так, средняя линия губ, да, а губы у нас будут, получается, не доходя до вот этой линии. Не доходя, то есть вот, например, уголок губ. Ну, я бы не сказала, что он… Ну, смотрите, кстати, если смотреть на референс, там с этой стороны он прям посерединке, да, ну, если вот этот отрезок взять, поделить пополам, то прям посерединке вот здесь уголок губ. А с левой стороны вот здесь, он чуть-чуть вот сюда со смещением, там, если присмотреться, да, у него, конечно же, голова тоже асимметричная, да, несмотря на то, что это схема, схематичное изображение. Так, то есть вот у нас будут губы. Так, если вдруг где-то что-то быстро проговорило, спрашивайте, спрашивайте, никогда не стесняйтесь, что там, вот где, какие у нас отрезочки. Давайте так поровнее положу, ноутбук отодвину. Вот, такая у нас получается голова. Так, то есть потом дорисовать остальные части головы нам не составит труда. Да, у нас как раз есть время, да, как раз мы успеем с вами порисовать глаза, брови и все остальное. Так, здесь, конечно же, есть не все, да, у нас, например, ну, уши дорисуются, нижнюю часть лица нашему молодому человеку надо дорисовать. Здесь какой важный момент, что у нас углы челюсти, давайте я вот тут сейчас покажу. Углы челюсти – это вот эта часть, да, вот эта часть, где есть уголок, да, есть уголок, вот переход от одного по другому. То есть вот эта линия, да, челюсти, я вам могу ее нарисовать. Так, наверное, будет же понятнее. То есть вот он у нас угол челюсти, что не будет рисовать. Вот, все, все нормально. То есть вот у нас угол челюсти, да, вот эта вот выступающая часть, она будет ниже, ниже средней линии губ и ниже, как бы вот здесь вот, да, вот нижняя губа. То есть вот здесь плюс-минус, конечно, у разных людей, да, он может отличаться там. У кого-то челюсть более выразительная, у кого-то более сглаженная. Вот у мужчин, она всегда такая немножко более квадратная, а у женщин более такие, ой, простите, линии такие легкие и мягкие. Ну, все, конечно, это тоже очень по-разному, да, у каждого человека. Вот, то есть это линия челюсти. Также еще что можно просмотреть, вот где этот угол челюсти, да, то есть вот, например, где у нас брови, да, пройдут. То есть мы всегда можем проводить параллель. И когда мы с вами работаем с портретом, мы тоже проводим все время эти параллели, где что должно быть, да, в какой части и так далее. Вот, то есть сейчас мы там тоже с вами попробуем эту нижнюю челюсть, да, наметить. Так, убираем планшеты. Так, здесь у меня, значит, средняя линия губ, примерно здесь где-то у нас, ну, давайте можем, в принципе, наметить, да, вот как бы вот верхняя часть, да, нижняя часть, вот губы, да, по высоте на глаз. Также можно, конечно же, промерить вот эту вот высоту губы, да, промерить с вот этим расстоянием между губами и носом, потому что здесь не должно быть слишком тоже мало места. То есть можно прямо их промерить. Так, то есть у меня нижняя губа где-то здесь будет, да, то есть где-то на этой линии, примерно, да, приблизительно, пойдет и нижняя челюсть. Это Борис вот пришел к ним в семью после матери, вот этой мать Наташки. Простите, у кого-то, наверное, да, там микрофон работает. Так, давайте далее, да, угол нижней челюсти. Дальше нам, конечно же, нужно понимать, откуда он будет начинаться. Так, можем начать с какой, давайте, вот с правой стороны, да, здесь у нас был, получается, край черепной коробки, да, вот здесь в этой части, где у нас кружочек заканчивался. То есть и получается у нас челюсть, ну, приблизительно по середине этой части, чуть-чуть под наклоном, чуть-чуть под наклоном к вот этой, сейчас я посмотрю, чуть-чуть уже, да, чуть-чуть уже как бы челюсть у нас будет приблизительно, приблизительно вот здесь. Ну, например, просто, да, чтобы вот видеть, как ее привести, то есть приблизительно вот здесь ее можем наметить, да, это на последнем вот этот вот последний участочек и чуть-чуть левее от него. Тоже с левой стороны вот этот последний участок, чуть-чуть правее от него, да, вот так вот. И потом мы с вами делаем, получается, тоже не от окружности, можно в целом и от нее, но потом нужно будет чуть-чуть, да, вот тут подправить линию, потому что ухо у нас начнется вот здесь. Да, ухо у нас не начнется как вот от вот этой линии, да, вот где череп, вниз и тут ухо. Ухо, конечно, немножко не так расположено. Так, от вот этой точки, да, приблизительно вот в этой зоне, да, у нас уже все больше и больше разных отрезков. Так, 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 наметили вот под наклоном, тоже чуть-чуть вот на глаз намечаем, потому что потом, если что, подправим. Да, здесь тоже, вот здесь, например, от средней линии глаз, получается, да, я начинаю вот здесь вот эту линию и сюда тоже под наклоном. Просмотрю, одна немножко такая дугообразная линия, но это потом можно подправить. А здесь скругленные линии, скругленные. Кругленные линии тоже плюс-минус их намечаем и напоминает, что мы потом всегда можем там подправить. Так, сейчас я вот здесь тоже вот так намечу. Подбородок, кстати, подбородок у нас, ну, то есть, чтобы не было вот таким вот таким треугольным, да, подбородок у нас часто укладывается, вот, например, ширина носа. Это ширина вот здесь вот подбородка, то есть, ну, можно вот так чуть-чуть тоже вот такие добавить пропорциональные особенности. То есть, слегка наметили, потом, если что, ему подправим, да, сделаем более красивый, да, овал лица, чтобы он был чуть-чуть там более симметричным. И давайте идти дальше. Так, основные части намечены, уши можно чуть-чуть наметить. Давайте попробуем наметить, тоже сложная форма. Мы основную форму успеем нарисовать, то есть, вот в этой части, напоминаю, где вот цифра 2, да, мы делили на 3 равные отрезка. Раз, два, три. И вот здесь, посерединке, будет у нас ухо. Получается, верхняя линия ушей у нас по надбровным дугам, а нижняя по основанию носа. Вот, уши начинаем вот здесь рисовать, можем как бы их наметить, да, то есть, вот они сколько у нас будут по ширине занимать, да, вот легкой линией с левой стороны и легкой линией с правой стороны. От ушей, получается, вот здесь, да, от уха до вот крайней линии, да, чуть-чуть остается расстояние, чуть-чуть. Ухо более сложной формы, давайте помягче карандаш возьму, так будет виднее. То есть, там более сложная форма, мы ее можем начать, она тут чуть-чуть под наклоном, да, потом в другую сторону чуть-чуть поменяет свой наклон. Потом мочка уха, тут уже тоже вот на глазок, да, мы на глаз смотрим, вот какие линии под каким наклоном, чтобы чуть-чуть слегка наметить наше ухо. Так, здесь у нас верхняя часть, ухо тоже под наклоном, можно проверить тоже, например, вот это, вот этот наклон, он схож с вот этим наклоном. Так, толщина уха и потом, ну, здесь мы пока что конструктивными линиями наметим, да, такой вот наклон, но потом там как бы более сложные, да, изогнутые линии, то есть мы их тоже потом наметим. То есть, кстати, вот эту шарообразную форму, да, у нас же, ну, помним, что черепная коробка не прям в форме шара, да, поэтому мы вот тут, конечно же, продлим, продлим чуть-чуть. Вот эти вот моменты по чуть-чуть наметим, чтобы мы успели, да, все части лица слегка наметить. Ухо, конечно, это пока не дорисовано, да, слегка наметили. Ой, я не туда его провела, да, ну вот. Вот я сама уже, видите, запуталась, то есть надо было до вот этой линии, как я вот вам изначально показала, просто не довела, да, до вот здесь должно было ухо начаться. Вот, а то я смотрю, думаю, какое-то короткое ухо неправильное. Сейчас я так подсотру, мягкий карандаш, конечно, посложнее стирается. Вы можете продолжать также карандашом HB рисовать, я просто, чтобы вам было более видно. Так, здесь у нас черепная коробка. Так, с правой стороны давайте тоже легкими движениями ухо наметим. Так, изгиб, да, то есть раз линия, изгиб, два линия. Вот этот изгиб в верхней части, да, то есть вот этот чуть-чуть меньше, чем вот этот. Ну, тут уже более, да, такие тонкие моменты. Уши тоже, обратите внимание, у него асимметричные. Там потом, конечно, нужно будет добавить вот эти вот маленькие заломы и так далее. Давайте пока что мы слегка, мы должны рисовать весь портрет постепенно, поэтому наметили слегка уши. И давайте далее пойдем, вот чтобы у нас основные элементы, как, например, что у нас глаза у нас самое важное. Вот давайте глаза сейчас наметим. Так, линия роста волос, волосы. Сейчас посмотрим, еще полчаса, да, и думаю, должны все максимально успеть. Так, глаза. Да, мы, значит, с вами уже нашли, да, вот средняя линия глаз. Переносица у носа будет, конечно же, повыше средней линии глаз. Так, у глаз есть слезное мисцо, да, это уже больше по анатомии. Я думаю, вы потом еще у вас на занятиях будут, конечно же, эти моменты анатомические, более детальные, да, то есть по отдельности, там, глаз, нос, губы и так далее. Вот, сейчас нам что нужно, получается, от вот этих моментов я могу приблизить, вот так, кажется, поближе. Так, то есть мы чуть-чуть вот тут отступаем. Оп, думаю, видно. И вот здесь, оп, слезное мисцо. Да, название может быть такое чудное, но так и есть. Так, и чтобы наметить глаз, да, тоже мы как бы уже будем намечать более детально. Там глаз более сложной формы, давайте я сейчас намечу. Вы посмотрите и потом наметите у себя. Так, легкими линиями, да, тут мы знаем, что посередине зрачок будет проходить. Так, нижнюю часть, вот слезное мисцо. Вот, верхняя часть. То есть верхняя линия глаза, конечно, часто рисует как бы глаз вот так, да, и вот так. То есть это, конечно, неправильно, да, глаз там у нас более сложный, то есть вот у него несколько переходов от одной линии, вот плоскость, да, потом к другой линии, потом к третьей. Видите, такой более сложный момент. Снизу тоже, но верхняя линия глаза у нас вот так, верхняя более открытая, а нижняя линия глаза более плавная. Вот, и слезное мисцо, да, у нас всегда тоже должно присутствовать. Так, нижнюю линию, да, так вот чуть-чуть помягче. Вот, высоту глаз тоже я рисую на глаз, но можно промерить. Можно взять вот высоту и промерить, сколько высота укладывается в ширине. Мы пока этого тоже, пока на глаз рисуем, да, чтобы вот успеть наши глазики нарисовать. И тоже рисуйте какие-то линии посветлее, какие-то потемнее. Видите, я не обвожу целиком глаз, да, потому что там нет такой обводки. Дальше зрачок мы с вами знаем, да, в каком месте находится. И сразу нарисуем, например, радужную оболочку. Радужная оболочка должна уходить за верхнее веко. Ну, то есть верхнее веко накрывает радужную оболочку. Ну, это такие уже более тонкости, да, анатомические. Вот, у нас главная задача именно пропорции изучить. Но тоже вот как бы вот эти моменты, да, озвучим. Так можно чуть-чуть поярче. Вот, видно, да, радужная оболочка внизу соприкасается с нижним веком. То есть вот сейчас. То есть вот он у нас глаз, например. Да, тут слезное мясцо. То есть радужная оболочка вот так у нас выходит за верхнее веко. Да, а с нижним вот так соприкасается. Соприкасается, да. И посередине радужной оболочки зрачок. Да, зрачок должен быть посередине не вот этого отрезка, а в целом посередине зрачка, да, то есть вот рядушка. А вот зрачок, да, он посерединке будет. Так, давайте другой глаз. Теперь чуть-чуть постараемся пошустрее, да, порисовать. Тут, конечно, можно нижние и верхние веки нарисовать. Так, то есть пропорции наметили. У меня только вот тут вот маловато, да, осталось, а тут намного больше. То есть вот здесь у меня зрачок немножко неровный. Пусть будет пока так. То есть главное у нас пропорции. Главная пропорция – это уже у нас как бы дополнение, потому что пропорции мы с вами все наметили. Все наметили. Так, другой глаз намечаю легкими линиями. То есть, ну, пробуем, тренируемся. То есть такая схема, рисунок, такая зарисовка. С этой стороны чуть-чуть сложнее рисовать с левой, да, просто чтобы рукой все вам не закрывать. Радужная оболочка. Здесь уже постараюсь нарисовать ее более правильно. Да, посередине зрачок. Вот. И так будет более правильно, да. Тут он у меня немножко глаз смотрит. На кого-то из вас у меня по ощущению, да, куда-то вот у меня в камеру. Не на меня смотрит. Так. Наметили глазики? Просто пробуем, рисуем. Мы только в самом начале рисования. Пока только тренируемся. Нам сейчас было главное. Напоминаю, пропорции, да, изучить. Давайте я чуть-чуть так повыше сделаю. Брови. Давайте еще успеем с вами вот все, что успеем, все наметим. Так. Складка верхнего века. Можно добавить, да, она немножко будет напоминать. Вот складка верхнего века. Вот эту вот линию верхнего века. Да, то есть можно как бы наметить. Сверху. Брови. Брови у нас начинаются вот здесь тоже, вот в этой, от слезного места, да, если отходить. Угол брови, да, у нас находится вот здесь, по вот этой крайней точке. То есть смотрите, да, вот в этой зоне чуть-чуть можно вот так подальше под углом, поближе к глазу намечаем одну линию, потом другую. Как бы они немножко параллельны между собой. Намечайте тоже легкими линиями. Мне кажется, такая у меня широкая бровь получилась достаточно. Так, здесь у нас будет потом уголочек. Ну, то есть опять же, да, такие больше детальки. Детальки уже с вами рассматриваем, потому что успели все пропорции наметить. Тут еще есть такой момент, видите, у него бровь такая хитрая, да, получается. Вот бровь, если вам нужно, например, у человека, да, получить более спокойную, да, дружелюбную, то есть вот здесь вот, видите, у нас такой прям угол, да, получился такая хитрый. То есть вот так вот у нас бровь идет, да, потому что угол брови приходится вот здесь на край глаза. Чтобы бровь была более спокойная, у нас этот угол брови, да, должен приходиться вот сюда, на радужную оболочку. Здесь, видите, был кружочек, радужка. Если от нее так вверх линию поднять, там будет угол брови. Вот давайте эту бровь нарисуем. Ну, у меня такой немножко экспериментальный, да, у меня с одной стороны такой, с другой немножечко поспокойнее. То есть просто, чтобы вам объяснить, да, что брови как-то у меня низко, да, немножко пошло. Брови могут смотреться совершенно по-разному. Ну, давайте немножко наметим. Как вот правую, да, я там, думаю, вы правую порисовали, левую. Чуть-чуть сейчас я вот здесь вот повыше сделаю, да, и, конечно, уголок сделаю вот больше, как у нас на референсе, да, ставим такую ему хитрую бровь. Так, хитробровый мужчина. Так. Брови все равно, конечно же, асимметричные. Их можно сделать там плюс-минус схожими. Да, вот это как будто бы подлиннее выглядит тоже, если, например, смотрится что-то более длинным, берем там где-то что-то, подстерли, переместили. Ну, то есть это уже у нас такие тонкости, именно черт лица. Ну, то есть это мы уже более так углубленные делаем с вами рисунок. Так, чуть-чуть, чуть-чуть вот так вот подправить. Да, то есть все можно подправить, все подредактировать. Чуть-чуть поярче сделаю, да, вот складка верхнего века. Так, давайте вот верхнюю часть, например. А, тут же у нас вот к носу можно, да, вот этот переход сделать, где у нас нос. Так, от перегородки, да, и сюда к бровям. Тоже на глаз, да, смотрим, где вот у нас, сколько будет занимать вот спинка носа. Сейчас чуть-чуть сильно асимметрично нарисовала. Сбоку смотрю. Так, то есть переносится, напоминаю, у нас выше линии глаз. Так, дальше, ну, можем наметить, как бы, да, чуть спинку носа. Мы весь нос, конечно же, вырисовывать не будем, да, просто слегка его наметим. А спинка носа, да, вот эта часть. И, например, основание. Основание носа. Можно, смотрите, у нас был вот здесь, да, такая углубленная тема. Тема, да, то есть мы можем, как начать нос рисовать, вот так наметим, да, уголки вот так срежем. У нас такой, напоминаю, пока что скетч, да, мы прям-таки нос не пририсовываем, да, пока у нас анатомии нету. Так, потом, также вот здесь вот линии под наклоном, под таким же кончик носа, кончик носа. Да, то есть можно вот их вот так поярче тоже сделать. Или там, надеюсь, видно. Так, и, например, крылья носа. Крылья носа. Вот эта линия у, получается, ноздря у нас, да, называется, то есть под наклоном, да, вот так вот, под наклоном вот эта линия и вот эта линия. Высоту тоже смотрим на глаз, да, то есть у меня он такой даже более, можно было бы и повыше, да, вот это вот ноздрю. Такой немножко скетч. Высоту приподнимем, давайте вот так немножко пожирнее нарисую, приподнимем наш нос, да, и сделаем вот здесь такие засечки. Высоту, да, там достаточно много места, да, у нас крылья носа занимает. Так, основание носа, там можно, да, вот уже наметить, как у нас там есть вот эти вот переходы, да, здесь, здесь как бы по форме носа, то есть как бы вот этот вот кончик. Легкими линиями над глаз. Тут у нас уже нет сейчас математических вычислений, просто намечаем, чтобы схема была полная, более полноценная. Ну, попробуем, порисуем, да, потренируемся лишний раз. Вот, как бы скетч носа, ну, чтобы у нас так вот получился. Вот он, давайте вот так вот поближе. Сейчас перестанет трястись. Ну, то есть вот у нас будет получаться, вот, видеть конструкция носа. Это, конечно, нужно на глаз, нужно покопаться, да, если мы прям хотим, чтобы у нас прям получились такие полноценные, да, глаза, нос, губы. Вот, это, конечно, нужно его более детально изучать. Мы просто наметим слегка, а вот дома, напоминаю, можете его дорисовать, доделать, да, если захотите. Ну, вот, но у вас портретов там, я думаю, будет еще впереди достаточно много. Главное пропорции запомнить. Пропорции мы наметили с вами все. Так, 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 давайте ему наметим. Ой, мне солнце так светит, у нас тут закат в Питере. Так, давайте волосы нарисуем, да, губы тоже сейчас вот быстренько, быстренько с вами, чтобы он у нас получился, похож на молодого человека, да, на мужчину. То есть тут вот волосы, как бы тоже вот эта линия напоминает направление бровей, но не прям параллельно, да, как бы слегка. Вот здесь вот тоже можно добавить ему, кстати, волосы, да, как бы добавить объем. Ну, они такие вот неровные, то есть вот можно легкими линиями наметить там сюда дуга, потом дуга в другую сторону, там такие вот неровности. Дальше сверху я рисую конструктивными более линиями. Можете попроще ему волосы нарисовать. Вот, вырисовывать мы их прям не будем, да, ну, просто такой вот легкой линии. У меня какие-то пышные волосы получились, да, такие почти кудряшки. Так, давайте слегка, просто по-быстренькому вот так покажу, чтобы нам как бы сильно долго их не вырисовать. Ну, чтобы вот я, например, успела вам показать, да, вы можете слегка наметить, а более аккуратно дорисовать, да, в каком-то более спокойном темпе. Так, давайте тут подсотру. Ну, вот такой вот у меня, такая веселая прическа. У меня тут вот немножко не видно, да, за вот этими линиями. Вот, и волосы из-за того, что объемные, вот тут вот черепные коробки до линии роста волос. У нас чуть-чуть есть вот расстояние. Да, давайте наметим ему причесон. Начнем далее вот от линии роста волос, да, от вот этой линии. Я намечаю сюда под наклоном, сюда под наклоном. Да, его причесочку. Потом другая линия, так, под наклоном. А потом с левой стороны то же самое. С левой стороны то же самое. Потом под другим наклоном вот здесь линия. Да, и по, вот здесь вот линии боковые, да, волосы. Они по вот этой, да, линии вот здесь, по вот этому отрезку идут. Можно наметить как бы с вот этой стороны тоже, да. Вот есть вот этот наклон, как мы с вот этой стороны наметили. Можно сделать, как там на референсе, да, несколько таких вот линий, а как бы, ну вот эти вот тоже рост волос, да, который. Так, с левой стороны тоже, да, вот продолжим. И наметим тоже вот несколько, несколько вот так линий. Это какая-то вылезла. Давайте ему сострижем. Берем. Так, то есть вот он у нас становится более симпатичным. Там черепная коробка, конечно, еще будет вот выступать, да, если именно анатомически тоже вот эти вот моменты, да, то есть вот черепная коробка, конечно, от вот этого шара, да, она вот будет немножко выступать. Прическу, если хотите, ему измените. Да, не обязательно, может быть, точно такую же рисовать. Так, тут вот можно подстереть, да, если какие-то слишком линии широкие, да, объемные, пушистые, всегда их можно стереть, подредактировать. То есть черепная коробка, наверное, такая чуть более угловатая, да, но сейчас тоже нам особо, в принципе, череп мы пока с вами не изучаем, да, вот пропорционально, чтобы мы видели с вами, да, где у нас, где что должно находиться. Вот так, и губы наметим, да, как раз у нас, кстати, все части лица будут. Так, пробуйте тоже вот так сейчас положу, да, поровнее. Так, и попробуем губы. Ну, вот этот глаз у меня, конечно, может быть, его надо подправить. Меня всегда мучает, когда если что-то где-то не там, мне же видно, что что-то не там, всегда хочется подправить. Так у него какой-то раздвоенный глаз. Так, ладно, это я потом тоже дам себе домашнюю работу, да, вот этот глазик дорисую. Вот так чуть-чуть, чуть-чуть ярче получился. Глаза, кстати, можно чуть поярче рисовать, они у нас самое главное в портрете. Так, губы, давайте наметим губы. Вот они у нас в высоту, примерно в высоту, да, мы их наметили. Примерно так. У меня штаны в масле, если кто-то увидит, что у меня штаны какие-то грязные, это они у меня в масле, поэтому вы там не думайте, чего-то там лишнего. Так, художники вечно в чем-то изляпаны. Так, губы. Мы, как бы, средняя линия губ у нас есть. Можем начать, там, конечно, у них тоже интереснейшее строение. Вот, мы пока просто наметим. Здесь вот это вот, как бы, скругление, подушечка, можно сказать. Потом дублируем скругление вот здесь, наверху. Да, эти скругления мы рисуем после того, как мы наметили вот высота, да, вот нижняя точка, середина губ, да, окончание губ. То есть вот все есть, а уже потом, да, скругление, вот эти всякие штучки. Так, сейчас я чуть-чуть... То есть, чтобы вам поровнее, а ко мне лежит под углом. Дальше намечаем нижнюю вот таким дугообразным легким движением. А потом дугообразные движения вот здесь вот сверху, но не доводя до вот этой крайней точки. Потому что там вот так изменится, изменится чуть-чуть линия. Тоже на референсе посмотрите. То есть там, как бы... Давайте с этой стороны еще сейчас вот покажу. Ну, то есть там такой маленький моментик. Вот так идет линия, да. Какое солнышко у нас, как будто прожектор светит. Красиво, кстати, по освещению. Так, и вот эта дуга, да, то есть вот так, верхнюю губу. То есть, опять же, это напоминает вот этот вот легкий скетч, да. Так можно сразу ее наметить вот единой дугой, да, и потом сделать более сложной. Так, и внутренние части. Там у него, получается, идет более ровная линия, да, потом опять скругление к уголкам губ. Да, тут всегда затемнение у нас по уголкам губ. Тогда у нас, получается, губы естественно и натурально. А, там еще скуловые кости, кстати, есть. Мы их сейчас тоже наметим. Так, тут тоже как бы то же самое с левой стороны, да, что и с правой. Так, 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 так. Можно сделать более, конечно, ровно вот эту ямку. Арка Купидона называется. Вот здесь вот губ. Мягкий карандаш всегда вот так немножко, видите, создает грязючку. Поэтому вам советую всегда, если вот думаете, с каким карандашом начать рисунок, берите всегда HB, не ошибетесь. А там уже потом можно брать разную твердость, да, в зависимости от задачи, которая стоит перед вами. И губы мы не обводим, кстати, не обводим. То есть не надо вот тут продлять вот эту линию. Да, у нас отличаются верхняя губа от нижней. Поэтому мы вот не доводим до конца. Так, можем наметить подбородок, потому что он будет не вот здесь. Он у меня какой-то улыбается, да, немножко. Вы вот тоже сейчас будете рисовать. У вас наверняка у всех будут тоже разные, да, разное выражение лица, разная мимика. Это от того, что мы все с вами люди разные, да, и люди мы с вами все видим, размышляем по-разному. И рисунки у нас всегда тоже с вами получаются разные, даже когда мы рисуем одно и то же. Чуть-чуть тут вот можно акцент на глаза, да, как мы с вами представим, что мы с вами уже профессионалы, много лет опыта. Мы с вами знаем, что глаза самое главное. Возьмем и подчеркнем их так вот посильнее. Так, тонна не будем касаться. Мне, конечно, и поштриховать хочется. Так, мы на подбородке остановились. Давайте его наметим, потому что чуть-чуть вот так вот дугу вот здесь, как бы маленькое дугообразное движение. Да, я вот сейчас подсотру вот этот отрезочек, вот, чтобы не отвлекал вас от подбородка. Так, и скуловые кости. Скуловые кости. Они у нас находятся вот в этой части, да, вот как бы между глазом и ухом. То есть тоже вот можно его, как бы, немножко вот эта окружность, да, тоже будет нам напоминать вот эти вот моменты. Просто слегка-слегка легкими линиями. Мне, кстати, тут шар, он должен был, да, вот пойти больше. Скуловые кости ближе. Да, там, не обращайте внимания на шар, да, как бы скуловые кости даже немножко ниже, чуть-чуть ниже. Сейчас я подсотру этот кружочек, подсотру этот кружочек, перемещу. Вы тоже не стесняйтесь, если что-то нужно подвинуть, если видите, что где-то что-то не на своем месте, да, просто берем и перемещаем. Также, кстати, если вы не знаете, вот если что-то не так с рисунком, да, вам надо его подправить, просто начните подправлять там хоть что-то, да. Вот если видите, что со скуловыми костями что-то не так, подсотрите, подрисуйте их как-то иначе. То есть иногда даже методом проб и ошибок можно найти правильное решение, да, вот этот шар напоминает усики. Можно тоже подстереть слегка, слегка, вот шар, да, чтобы вот на усы не было похоже. Так, скуловые кости, там, конечно, есть даже у него как бы намек на лобные бугры, да, но мы не будем сейчас в анатомии. Опять же, хочется вам сразу и все рассказать, но у нас, конечно, нет столько времени, да, да мы с вами устанем, устанем от анатомии. Так, глаза, но давайте нижнюю часть с вами, вот здесь, кстати, волосы, да, и нижнюю часть наметим, то есть у него как бы, как бы что, не знаю, можно ли это назвать бакенбардами? Наверное, нет, да, бакенбарды же намного больше, ну, как бы вот здесь, да, вот волосы, ну, просто удлиненные, наверное, волосы, да, вот здесь вот их можно тоже дорисовать, дорисовать. Сейчас, так, поровнее, надеюсь, максимально ровно, и с левой стороны, да, тоже эти волосы дорисовать. Так, дорисовать, немножко, да, как бы намек на волосы. Также у нас есть как бы скуловые кости, вот здесь немножко они как бы выступают, да, а то, что там вот на референсе можно посмотреть, давайте вот с правой стороны, например, намечу, то есть они немножко такие вот заостренные вот здесь вот в этой части. То есть, конечно же, у нас нет такого, что овал лица, ну, просто такое вот, да, какое-то, просто дугообразное движение. Вот, ну, слегка, да, можно вот такие суперсколы ему, конечно, не рисовать. И подредактируем нижний овал. Так, как, подскажите, вы там как успеваете, нет вот части лица, да, вот, конечно, у нас главная задача была пропорции, но части лица, как у вас обстоят дела. Может быть, даже вы хотите показать кто-то свои рисунки, как у вас там получается. Уши, конечно, тоже нужно дорисовать. А вот, а то, может быть, кто-то хочет поделиться, что у него получается. Лицо, конечно, рисовать сложно, да, это, конечно, нужно больше времени, да, как бы, ну, чтобы ознакомиться именно с, там, частями лица. Да, вот, но мы с вами все равно успели сделать такую вот быструю зарисовку, которую можно будет потом продолжить при желании. Вот, здесь просто немножко ухо, да, ну, как бы наш просто рисунок чуть-чуть уточнить, да, пока у нас еще есть время. А если у вас есть вопросы, задавайте. Части лица у вас еще будут разбираться. Вот, ну, хотя бы зарисовочку такую маленькую, да, сделать. Самое главное – получать удовольствие, да, от процесса. Получать удовольствие. А вот нижнее веко, там вот, по-моему, его такое припухшее даже, я бы сказала бы. Да, совершенно верно, может быть, он не выспался. Смотрите, да, нижнее веко тоже наметим, а нижнее веко легкой линией, потому что верхнее веко мы чуть темнее делаем, да, там более глубоко. Вот, нижнее веко легкой линией, и нижнее веко вот здесь по ширине, да, оно больше, шире, да, чем верхнее. Верхний веко у него уже. Вот, и то же самое с левой стороны, да, наметим легкими линиями. Можно даже чуть прозрачнее, чем у меня, вот легкими линиями чуть-чуть туда у нас закругляется. Вот тут у меня широковато чуть-чуть, всегда все можно подстереть. Чуть-чуть, так, сделать поменьше, да, но не обводим тоже, да, не надо вот вокруг глаза тоже обводить вот эти вот линии, да, сверху показали вот верхнюю складку верхнего века, снизу чуть-чуть показали складку нижнего века, но не обводить. И также есть у него, например, скругление внутри глаз. Округление внутри глаз, да, тоже можем наметить, то есть он у нас еще более правдоподобным получится, то есть вот эти вот части. У нас вообще глазное яблоко, оно же в форме шара, да, поэтому у нас веки более округлой формы, да, вот здесь есть закругление по, там, получается, по анатомии черепа. А вот слезное мясцо. Так, верхняя века, сейчас еще посмотрю, вот это вот видно, нет? Вот, так, чуть-чуть вот так поярче. Так, волосы у нас есть надбровные дуги. Тут соединяется линия, да, с бровями. Посмотрите, если брови очень далеко друг от друга, чуть-чуть поближе их вот так подтащить, да, чуть-чуть ближе сделать, чем внутренние уголки глаз. Он у меня теперь тоже не выспавшийся. Но этой детали, да, не хватало, спасибо, что сказали. Так, вот сотрем. Носогубная складка вот под носком. Так, вот здесь. Да. Да, давайте, да, тоже наметим. Получается, там этой линии, давайте вот так поближе, так поближе. То есть у нас был вот здесь вот квадратик носа, да, а здесь были скругления губ. То есть от носа мы ведем вот линию, они чуть-чуть будут расширяться. И вот сюда, к уголку губ, да, к уголку, и здесь к уголку. Легкими линиями, да, тоже, если в портрете будете совмещать более прозрачные линии и более яркие, ваш портрет сразу заиграет новыми интересными красками, так сказать. Так, давайте чуть-чуть вот так поярче сделаем. Вот, то есть слегка, слегка, да, и если, например, вот эти второстепенные линии слишком яркие, построение, да, когда мы там намечали, их можно чуть подстереть. И вот здесь у меня, да, очень такая темная, сейчас я ее тоже подсотру, чтобы более эстетично, красиво смотрелся наш рисунок. Есть у него, конечно, вы у меня очень внимательные, да, прям молодцы. Есть, конечно же, и вот здесь складочки, да, у нас же всегда, у нас не бывает идеально ровного лица, да, то есть даже у самых маленьких детей, да, все равно там где-то переход на щечки, да, все равно мимика натуральная, игривая у нас с возрастом, конечно. Морщины, не знаю, мне кажется, это добавляет, наоборот, красоты, эстетики и интересности, да, мы становимся такими какими-то более полноценными. Вот, и да, давайте вот эти вот тоже линии наметим, да, то есть тут вот чуть-чуть вот так под наклоном, да, и с другой стороны. Потому что наверняка вы бы заметили и спросили бы про них. Они как бы чуть-чуть, ну, очень близко, да, вот здесь вот к уголкам губ, тоже можно легкими линиями, они чуть-чуть вот так под наклоном, да, это под наклоном в ту сторону, этот под наклоном чуть-чуть в ту сторону. Вот, есть, конечно же, еще вот здесь у него линии, там где нижняя часть лица то там тоже есть вот эти чуть чуть линии как бы переход вот здесь к скуловым костям их можно сильно ярко не намечать да это вот у него есть вот эти вот нижние это я просто чтобы объяснить что это такое вот то есть и с левой стороны но чуть-чуть пониже у меня уже много линии этот маленький кружочек все линии советую не стирать да вот эти вот ровные пусть они будут чуть-чуть светлые но останутся чтобы у вас была такая шпаргалочка по пропорциям а головы человека вот тоже чуть-чуть наметили эти чуть-чуть чтобы вот была видна вся голова левое ухо тоже ему нужно наметить тут например когда мы рисовали правое ухо главное вот например расстояние вот мочка уха она должна быть чуть чуть меньше чем вот это расстояние можно было бы чуть-чуть и так пониже разместить главное помните портрет у нас в данном случае да такая схема это разные линии они друг к другу под разным углом так это так линия пойдет какая-то так линия пойдет то есть главное все сравнивать друг с другом сравнивать одно с другим и например рисуем ухо но по просматриваем за там другими элементами да там рисуем нос поглядываем и на глаза и на вау лица то есть как бы все сразу еще чуть-чуть повыше то он у меня как будто лоб большой вот так чтобы под конец на наш портрет посмотреть и чуть наметим давайте вот в левом ухе да вот здесь вот это вот углубление тоже она чуть чуть больше чем мочка уха и все и мы с вами получается наметили все части которые нам нужны успели даже больше да я думала мы с вами как бы пропорции успеем а лицо может быть не успеем успели с вами все я надеюсь что вы тоже за мной успевали показать нужно да давайте с удовольствием посмотрим на ваши рисунки в чат хотите выложить до рисунки сейчас я посмотрю вы говорите о карандаш на месте а то есть подвисает немножко да так а сейчас нас да я выложу получается вот этот рисунок выложить который я рисовала последний вот уже окончательно хорошо да хорошо а так сейчас у нас вот рисунок я просматриваю очень-очень хорошо получился портрет так алешина алифтина да получается правильно у вас очень хорошо получилось мне было очень интересно а у кого как получается и прям по пропорциям по схожести у вас наверное опыт есть в рисовании да просто немного рисовала потому что у вас по рисунку видно что вы как будто бы с опытом у вас прям очень хорошо получилось и нос губы глаза прям замечательно вы большая молодец спасибо да отлично так ирина написала что нет не виснет спасибо да большое так может быть еще а кто-то хочет показать по времени мы будем сейчас уже закругляться но если кто-то еще хочет показать свой рисунок я с удовольствием посмотрю так наверное нету больше до желающих так ну смотрим кривые получились переделывать придется кто кривые уши да уже знаете такой интересный элемент они вообще для меня были всегда знаете самым странным элементом потому что у них форма такая да интересная они конечно тоже ассиметричные да тут главное когда уши рисуете там проверить да что они на своем месте на обязательно и проверить по ширине например если слишком широкие вот у меня он такой тоже одно ухо шире другой чуть-чуть уже но я там не стала в процессе там придираться а вот главное уголки да вот эти вот например переход от одной плоскости к другой просматривать на слева и справа и вот эти вот толщинки на чтобы были покрупнее а так марина марин давайте тоже посмотрим так сейчас чуть-чуть подвисла вот вижу да немножко конечно в пикселях так сейчас сейчас я тут с телефона посмотрю так хорошие тоже слушать я очень рада что вы прям все максимально много успели я переживала вдруг я быстро говорю у вас прям губы-носы хорошие уши тоже марин хорошо получились по пропорциям все супер ну некоторых частей я чуть-чуть плохо вижу вы даже надписи кстати сделали молодец и похож да если можно было бы ставить оценки я бы конечно вот вам и вот предыдущий пункт поставил бы максимальный так очень хорошо да очень хорошо так пивова извиняюсь у меня под конец занятий язык заплетается пивоварова ирина сейчас открою о какой хорошенький так 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 тоже верхняя кружность по пропорциям все правильно уши уши как будто бы маленькими смотрится но это может быть из-за вот из-за камеры до искажения вы тоже кстати делали прям из-за рисовки и отметки и подписи какие хорошие у нас ученики как или слушатели так губы глаза сейчас я в первую очередь по пропорциям вот верхняя часть лоб смотрится как будто бы очень крупным но это наверное может быть искажение да вот камера она же тоже искажает вот лоб сейчас я по пропорциям посмотрю так это вот у нас а ну да смотрите вот у вас линия глаз то есть вот эта вот линия глаз да то есть у вас глаза чуть чуть ниже этой линии получились вот здесь а должны были быть прям на этой линии да прям вот уголки глаз прям по вот этой линии и брови надбровные дуги по вот этой линии должны были пройти а то есть вот я вижу у вас деление да вот вот этой линии я идет вот я у вас вижу вот почему лоб смотрится большим а то есть и брови должны были быть тоже как бы на этой линии даже чуть-чуть выше вот можно было бы глаза и брови вот так вот чуть чуть повыше сделать то есть получается да у вас бровь вот она правильно нарисована на линии но линия должна была быть другая вот которая там у вас повыше вот хорошо поэтому и ухо кажется меньше потому что ухо должно было быть по вот этой линии вот где вот деление вот этот второй отрезочек а вот это вот верхняя линия проходила и вот видите прям на ней брови и ухо вот то есть можно было приподнять хорошо ирин а вот а так молодец тоже все тоже успели все наметили скуловые кости хорошо тоже молодец слушайте на вас прям классные получаются рисунки я прям очень рада очень прям что мы провели тогда свое время качественно закругляться до нам пора да я обязательно посмотрю так смотрите но сейчас уже 1822 нам пора с вами закругляться а я обязательно скину рисунок до занятия в группу а скину также документ где поэтапно расписаны все вот эти вот пропорции до поэтапно а вот все туда пришлю вы тоже если что пишите задавайте вопросы а вот и тогда будем закругляться спасибо большое вам за внимание молодцы кто вот показывал рисунки надеюсь вы будете показывать рисунки чаще стесняться нечего мы здесь для того чтобы учиться а преподаватели здесь для того чтобы вам помочь спасибо спасибо очень интересно было спасибо разбора ошибок что не так не хватает этого да да вот хорошо мы что-то делаем то вот иногда вот видишь что не то а что я не удается я с вами полностью согласна я себе поставлю отметку наладим процесс так чтобы я могла проверять у вас работы и говорит что не так спасибо спасибо что об этом сообщаете вот ну что же тогда всего доброго спасибо за внимание и хорошего вечера до свидания до свидания до свидания до свидания